Во-первых, электротранспорт это одно из важных направлений для Беларуси. Главой государства принято ряд решений, направленных на стимулирование использования электротранспорта в Республике Беларусь, развитие электрозарядной инфраструктуры. И это создало уже основу для успешного использования электротранспорта на внутреннем рынке, производства электробусов, по крайней мере, электромобилей для последующего продажи и на экспорт. А это новые рабочие места, это и повышение комфорта, создание более комфортных условий жизни наших граждан. Электротранспорт это чистый вид транспорта, это снижение вредных выбросов в атмосферу, создание или оздоровление городской среды, создание более комфортных условий для жизни и безопасность на дорогу. Конечно, дополнительный стимул в развитии электротранспорта придаст в эксплуатацию белорусской атомной электростанции. И это не только касается электротранспорта, это развитие всех отраслей экономики, внедрение новейших технологий, это и медицина, наука, конечно же, энергетика, промышленность. И все то, что сейчас делается, мы уже видим, дает соответствующие результаты. Увеличено электропотребление для цели зарядки автотранспорта. Если в прошлом году это было порядка 3,8 миллионов киловатт-часов, то в этом году мы уже ожидаем 12 миллионов киловатт-часов. Это рост более чем в три раза. Если на дорогах Минска будут двигаться порядка 20 тысяч электромобилей, это около 170-180 миллионов киловатт-часов, а это 1% потребления электрической энергии от атомной электростанции всей производимой. Поэтому это плюс. И в этом направлении мы видим, что есть соответствующие перспективы. Что касается Белорусска, то на завершающем этапе проводятся предпусковые операции, практически завершается и готовность всех технологических систем, проводится пусконаладка, испытания этих систем, для того, чтобы завершить и подготовить все технологические системы к началу этапа физический пуск. На первом месте стоит и стояла, и стоит безопасность, поэтому все работы, которые проводятся, они проводятся в строгом соответствии с техническими и технологическими программами. Спасибо.